вот они ладно сейчас мы сделаем так Светлана Клаус первая это не вы мне сейчас заказали косточки сегодня пару дней назад наверное так Колесников дружище благородный человек видите с моей памяти я запоминаю этих лучших из лучших вот брат само собой всегда на месте вот ну все 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 здороваемся всем доброго дня Николай я душой с тобой ранее чем помочь не могу но душой я с тобой Вера доброго дня Олег добрый день брат Юрий здравствуйте Арсен Кострома привет судоводам Гречихина добрый вечер смотрите здравствуйте недавно мы общались с Арсеном Николаевич по-моему это хорошо Леонид Бухтияров опять на месте вот смотрите Олег Васильевич из ваших яблок могу порекомендовать Жигулевская да спасибо отлично перезимовала шестой год без морозобоин в том числе все две зимы за 40 этой весной выдержала 18 дней заморозков свела есть небольшая зависть например Антоновка практически без яблок это Антоновка считается самым разом из культурных яблок Ранетка с маленьким выражаем думаю попробовать использовать на подвой так мой комментарий Александр Николаевич дело в том что вы живете без короля правильно надо сказать что там климат мягкий нельзя вот значит Жигулевская я всегда мне задают вопросы и всегда интересно помните вот этот Репин обиделся да вот сейчас послушал бы обиделся а что такое Жигулевская а с чем ее едят так вот я достал сорт Жигулевская у самой у садовода выдающегося сибирского садовода Галины Николаевны Байковой вот только прошли годы и только когда 10 20 30 лет я повозился с сортами с ее грушей с ворогом с ее жигулевским вот только тогда я понял вот я был ее в саду самое главное что они с мужем ученые можно извинить за выражение не воротили от меня новичка полного новичка сто процентов вот просто дачник но с горячими глазами вот это уникальный человек Жигулевская благодарите не меня кстати Елена Александровна Савельевич она была в субботе на там мероприятиях ярмарка и она говорит она встречалась с Байковой а мне уже все я уже не выездной для меня до субботы надо ехать где-то где-то по трассе плюс бок километров 50 наверное все я даже это уже до дачи доезжаю а потом лежу и дышу поэтому я уже не выездной но привет надо хвалить надо не меня а то ваш я был значит значит Райнирова по Сибири Байкова Галина Николаевна кандидат наук многолетний директор ГСУ которая называется Шушенская ГСУ расположена в деревне Субботино вот это благодаря ей прошли годы вот когда она начала давать 20-30-40 ведер ну потом сад сожгли я осталась память осталось дикое уважение и к Жигулевскому дереву и дикое уважение к самой Байковой вот я назвал Грагулевское когда оно пошло по садам уже от меня потом от моего сына Сергея я назвал яблоневый король сада вот так вот яблоневый король сада так Семен Долтай добрый вечер Лора здравствуйте наконец-то слушаю Лора видимо вы новичок так нет ваше имя ничего не говорит а вот такие люди как Семен это наши люди так Валерий Кристиныч вы как раз с латинком разговаривали о яблонях и грушах из семян скажите а промораживать примерно с двадцати пяти сколько по времени в сутки или хватит нескольких часов там есть слава цикличности проморозка затем просто в холодильник проморозка фигном три дня Семен занимался этим латинком я все знать не могу при всем моем желании я все ухватить не могу наверное я с Семеном в одном латинком в другом в сумме помните я говорил что мы два сапога пара вот я ничего не могу сказать ни несколько часов ни при каком морозе ничего сказать не могу вот где-то этот резерв используется или нет ой нет это я сейчас полца мне надо чтобы хотя бы раскрыть тему проморозки я запрашиваю не а те это я знаю поэтому давайте до другого раза Игорь здравия смотрите самое интересное вроде многие спрашивали как и что промораживать думаю многие испытали спрашиваю лично у наверное у латинкова не знаю так Наталья Дьякова Вологодская здравствуйте не могу забыть ваш Вологодский абрикос как попадается мне вот это Вологодская область Вологодская прописка я сразу вспоминаю Вологодский абрикос прекрасный был абрикос на хрена уничтожили вот это злобное отношение к обрезке как же дерево как это его не искалечить так смотрите латинкова но уже никто не рассказывает получилось что получилось есть ли польза отзовитесь поняли да кто повторял за латинковым вот это вот цепечную проморозку просьба отозваться это противосмотрителя и моя железо свинин всем привет Марина Малькова всем доброго времени суток смотрите снова Константинович из Антоновки дички не получается увы нет дичков из Антоновки полукультуры сейчас я скажу откуда я привел пример дело в чем есть Антоновка допустим меня всегда удивляло как могут заниматься выращиванием без прививок не подводными а просто посадили когда их садят в огромном количестве ну допустим сотен сотни Антоновок посадили до полношения допустим дошло ну пусть 50-20 и сотни вот она же морозыка и вот смотрят ученые выбирают из них самые-самые да да выбирают из-за того что антоновок якобы 400-граммовые и 600-граммовые но 400-граммовые я знаю были до пожара то есть это мощь 400-грамм да ну возьми из него косточку и опять а у меня же они были привиты на дички и опять будет полукультурка нет не дичок почему я привел этот пример есть такое понятие хрестоматийный пример хрестоматийный это когда Мичурин а Мичурин придумал не придумал а именно так выдал что когда у него из кост и семечек антоновок культурных антоновок получились дикие вот он сослался на то что а у него то они антоновки были привиты на дикие яблони вот вам пример вегетативной гибелизации подвой взял так повлиял на генном уровне потому что прямое будущее следующее поколение оказалось диким поняли даром что антоновки вор а получили дички почему подвой виноват он испортил это не мое мнение вы правильно попросили уточнение а если просто брать антоновку даже мне кажется что даже привитую не знаю что будет дикарь то есть привитого дерева семечки антоновки с особенного они крупные мясистые скорейшее будет 100 грамм 50 грамм это будет полхутушка так у жукова добрый вечер не соглашусь насчет обработок у вас снега мало вот зараза придем дайте хоть поцелуй какое прекрасное наблюдение я это всегда подчеркну когда снега мало он играет я придумал термин генерал мороз санитар мороз это я придумал а если в Селябинске у меня в районе Ишима огромный снег по 2 метра нам приходится обрабатывать химией до светения после светения получается 4 обработки химией каждое 7 среди обрабатывать надо биопрепаратом биокил фитоспорин применяют психтриходерму это еще кроме вас триходерму сенную палочку сама обрабатывает ли посоветовал Тинкова шампунем для мытья что касается обработки тли 5-6 обработок за лето будьте добры 5-6 раз обрабатывайте от тли от тли только от тли если там ползают муравьи оставьте их в покое часть из них к сожалению огромному погибнет опрыскиваете тлю и достанется и муравьям обычно там муравьев минимум или нет вообще только на глубоко больных деревьях огромное количество тли и получается термо муравьи и там смотришь муравьи непрерывная цепочка напился у них этого самого сладкой пади из этого от выделения из тли и вниз следующее за ним и так цепочка идет это это типа столовые или столовые или знаете вот я всегда удивляюсь у нас сейчас это не принято в россии в россии меньше всех было то что раньше называлось кашма вот пивно зашел напился посидел погорел выпил вышел вот так же у муравей есть такое но это бывает там где уже совсем больные деревья потому что когда дерево защищается я придумал термин лейкоциты у них видимо соки которые в листьях есть что-то наподобие я не специалист может даже с мясом то что у людей это лейкоциты а у них чертов на это ну что-то похожее пля на здоровое дерево села хоботок туда и умирает и пивом оттуда пока еще не отравилось ищет больное дерево то есть дорога пролетела ищет больное и там она летует впервые вот теперь все что остальное вот смотрите у вас допустим сошел снег 2 метра споры нет это лишь 2-3 недели короче лето это минус огромный вот яблони переживут есть специальное даже такое понятие как распластывание под снег вот тут уже 2 метра уже мороз не убьет все дерево вот другой стороны снег сошел в конце концов что вы видите вот дерево которое долго медленно медленно сходило это самое снег медленно сходил таял сходил оно очень долго было в мокром состоянии в мокроте вот если опять повторяю если это яблоня обойдется я выпрыскать не стал вот до 3 до 3 не стал в одну уже если груши тогда им там вообще делать нечего она будет грить независимо от того нравится вам это не нравится вот опрыскиваете этим самым биокилом фотоспорином не опрыскиваете мне огромное это мне очень мало примеров это извините я разговаривал с Ириной когда я был еще помоложе но уже наглый значит я печатался в газетах я не говорил что не трожьте муравьев я говорил я не трогаю муравьев я призывал кто мне верит кто мне хочет послушать пожалуйста не уничтожайте муравьев во всем саду вас научили огромное количество информации как уничтожить огромное количество ядов как уничтожить для уничтожения ну оставьте в покое половину сада я вас прошу и вот тогда а тогда я печатался где я сейчас буду письмо искать ну я пример-то этот запомнил Валерий Константинович я так и сделала вот там где муравьев я уничтожала все больное все несчастное вот кстати кто не знает муравьев тлю едят так как вы это самое только ну как вы сахар только хрустает а вторую половину сада где я не трогал абсолютно здоровый сад как вы правы но дело в том что это уже не ее личный пример она рисковала пол сада все таки она уничтожила муравьев пожалуйста это вопрос к современной науке ну посадите вы сто деревьев лучше тысячу ну потратьте вы несколько человек пусть займется потратьте вы какие-то деньги им на зарплату пусть это будет очередной работой как ее назвать то дипломной работой в вузе пусть это будет это самое кандидат диссертационная работа где-то уже в университете и пусть эти несколько человек вырастут одинаково чтобы все семена с одного дерева чтобы все одинаково были там стрицированы посажены чтобы они росли в одинаковых условиях так вот и чтобы наблюдали за ними и смотрели а потом половину прыскали а половину не трогали и в конце концов и два метра чтоб снегу было и в конце концов убедиться какого хрена опрыскивать от этих же самых от тех же грибов ничего не спасет ну вот я так уже извините извините разговаривался как мог так разговаривался так Борис Тверь добра света Светлана Клава здравствуйте и наконец Александр да я это значит вы мне недавно котики заказали и стали нашим клиентом нашим другом что у вас есть еще от Байковой в саду сварок же и ее же сколько лет дерево жигулевского значит деревья жигулевские я дальше у меня хоть бери за это хоть за валидолом беги сейчас у меня у нас у Сергея несколько молодых деревьев и все значит у меня сохранились фотографии только фотографии жигулевского на острове значит когда я уверился я поверил Байковой а ей трудно не поверить она когда я приехал за черенками это был апрель ее муж ее же помощник Александр полез в погреб я достал пачку денег он меня вырубил видимо там наступала вода и вырубил вот такую пачку полузамерзших этих самых черенков полуметровых жигулевского я за них заплатил и сделал 500 прививок почти все пошли дело в том что я не на чистых этих самых я уже уточняю я не на чистых а сибирки поливал дикие абсолютно дикие у них совместимость плохая а уже ближе вокруг наших садов культурных сибирки укрупнились и стали уже не такими как палец на мизинце ноготь на мизинце а уже вот такие даже вот такие то есть это уже была такая я их и назвал то дичавшей ранеткой то оккультуренной сибиркой ну то ли ранетки принесло семинар рядом тут же в той день они как хотели то есть от таких вот до таких и тогда я привал на них приживаемость оказалась под 100 процентов я выросил 500 деревьев уже когда часть из них заплудоносили случилась та самая трагедия когда мне сальгли сад вот а лучшие деревья я это у меня я не мог посчитать некогда не до этого у меня жизнь была такая что хоть стреляйся или вешайся я не знал что лучше застрелись или повеситься вот такая жизнь но я у девятки снял задние эти самые как это называется задние сиденья ящиками набивал 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 с двух деревьев полная девятка вот все что я запомнил и у меня есть фотография она довольно да как ее найти господи это же искать надо вот ну там где у меня полный сарай этих самых жигулевских ладно проехали теперь так да сварок ее жигулевская ее потом значит сожалению пожаре у меня сгорели от нее сейчас скажу апорты апорты у нее сгорели апорты латинские их было тоже 500 я на них ставку сделал но апортов оказалось это как сказать ну вообще после пожара у меня ничего не осталось представляете после пожара у меня апортов не осталось где я добывал потом у своего друга Чернобаева вот а апорты которые заплодоносили на острове из 500 деревьев уже плодоносило 200 а может 400 тоже погибли в пожаре что еще я у нее значит а да все пожалуй пожалуй все вот пожалуй все ну что вы закончили друзья не забудьте лайки ставить первый раз прошу или второй вот не знаю что это даст сейчас сейчас не понимаю вот но как соревноваться с теми кто миллионы людей учит убивать деревья я не знаю вот да и вот мне кажется что Елена Ужумова большая часть всего что она делает в саду вот ну убили научили ее химия 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 4 обработки каждые 7-14 дней если просто обрабатывать наверное что-то она обрабатывала может фотографии может какие-то болезни проявились поэтому обрабатывать но мое мнение такое оно касается не юга России не касается вы заметили что мы с Курдюмом разделили садоводство на южное и северное садоводство это обрезка самая минимальная или лучше вообще не делать вот дальше с этими насекомыми бороться надо пожалуйста 4 обработки химии может у вас насекомые доставят вот но с грибами я не воюю и грибами обрабатывать бесполезно есть еще бактериальная болезнь и груш и у ябл я уже заикался про это но что я могу сказать пока мне не докажут а никто доказывать не собирается лабораторным способом что это именно бактериальная болезнь яблони сотни тысяч может миллионов и ничего мы пальцы гнули минусинская котловина сотни тысяч плодоносящих яблони после любого мороза там бах за пару лет сейчас никто не знает притихла или не притихла эта самая эпидемия бактериальная мы ее с перепугу назвали бактериальный рак хотя это неправильно может притихла а может уже потому что нечего жрать помните этот совет страшный дикий но научный если бактериальная болезнь все выпиливается сжигается несколько лет ничего не делается почва перекапывается что еще дальше опять же обрабатывается а потом садится по новому ну нам этого делать не надо у нас же миллионы гектар зарастает лесом чтобы на том же месте где погиб сад зачем садить снова вот так вот кто мог ответил как мог рассказал как мог рассказал так про косточки не забыли бесплатно 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 это для вас а мне тут платить там платить везде платить давайте заказывайте косточки и не надо мне у вас клянчить 100 рублей или 50 все друзья до свидания я с вами прощаюсь вот в сибири камп спокойной ночи вот а вам хорошего вечера европейцы до свидания а а а а а и и а а